Всем привет! С вами канал Artmania и мы вместе с Димочкой, с моим малышом, вот мой малыш, будем сегодня делать обзор из магазина Viberis на сумму, которая вышла в 9,5 тысяч. Представляете, 9,5 тысяч. Вот там и Димочке игрушки и мне. Вы, наверное, сейчас подумаете, что же это такое может быть. Сейчас увидите. Ну, первое, что я покажу, это вот такая пленка. На нее будет отдельный тоже обзор. Смотрите. Холодные осенние деньки, уже хочется какой-то радуги, какого-то солнышка. И вот такая вот интересная. Так, также я заказала вот такую вот головоломку. Для Димы он очень такие любит. Вот, ну, она прям такая компактная, маленькая. Оказалось, их тут две штуки, но уже на нее будет обзор. И также ссылки будут в описании на все вот эти товары. И там будут цены. По какой цене я их купила, все это будет. Вот, им очень нравится такой-то какой-то там уровень. А, третий уровень сложности. Третий, наверное. Ну, это посложнее, да. Третий, ну, вот, 6-7 лет. То есть, ну, совсем простые я брать не стала, потому что он очень любит, он их очень быстро решает. Так. Также у меня появилось новое увлечение. Я купила фетр. Когда вот на него были большие закупки в Альберсе, я помню, все покупали. Я как-то не подошла тогда к этому. А в этот раз я случайно подошла. Вот, ну, я купила две пачки. Здесь вот, кстати, вот это стоило, я покупала за 200. Вчера я зашла в Альберс, она уже 150. Стоит, я буду у нее сейчас делать обзор, если она мне понравится. Хотя она вряд ли она такая прям просвечивает, не знаю. Что я еще возьму? Вот, но здесь нету цвета белого и черного. Тут 8 цветов только. Вот, это стоило 250 рублей. Знаете, меня больше всего удивило то, что на ней даже нету этикетки. Такое ощущение, как будто они сами там складывают в этой вот закупке. Что-то прям у меня как-то все не очень хорошо. Так, также я купила вот такую вот игрушку, которая стоила полторы тысячи. Долго ждала, когда она будет за тысячу, но никак не дождалась. Такая вот цветовой код, она очень-очень интересная. Вот, ее все берут, там очень много отзывов на нее. Тоже будет, на нее будет отдельный обзор, отдельно с вами откроем, посмотрим, что там внутри. Вот, сейчас просто я показываю, что я купила. Так, также Димочке я купила вот такую вот игру, давно уже ее хотела взять. Там машинки разные интересные. Их складывать. Думаю, что она тоже интересная для него будет. Веселая полянка вот такая вот была. Восемь трафаретов, это чтобы Димочка учился писать как-то вот по ним. Вот, ну они прям такие вот маленькие, малюсенькие. Ну, посмотрим. Думаю, Димочке будет удобно, да, Дим? Так, и, конечно же, у меня появилось второе вовлечение. Пришло оно вот в такой вот пакетике, знаете, как из какого-то Алиэкспресса. Как будто, я думала, вообще будет в коробочке. Вот здесь написано большой альбом для эпоксидной смолы. Короче, подошла я наконец-то к этому, всему интересному. Вот, но меня удивило, конечно, он в таком просто пакетике. Как-то стоит он две тысячи с мелочью. Ну, за две тысячи они могли бы коробочку сделать, правда. Мне это было очень удивило, я хотела даже сначала отказаться. Но потом думаю, ладно, дома я сажу в коробочку, чтобы было все как положено. Вот. Вот, поскольку мне нужно было разности, то есть, это эпоксидной смолы, я заказала два набора, второй где-то стоил около полторы тысячи, он уже был в коробочке. Вот, то есть, вот он тут видно. А, и тут, кстати, сама была эпоксидная смола, но тут прям тюбики совсем-совсем малюсенькие. Палочки, я тут вот смотрю, палочки вообще ни о чем, они вообще тоненькие, хотя на фотографии они прям реально такие палочки-палочками, по-моему. Ну, вроде бы, да. Палочки придется еще отдельно докупать, потому что такими размешать, мне кажется, очень сложно. То есть, ну, знаете, вот набор в полторы тысячи с лишним, и такие тоненькие палочки уж могли положить. В конце концов нормально. Так, также я взяла вот такой вот порошочек, это у нас люминофор. Короче, это такой порошок, который светится в темноте. Светится? Ммм, кстати, светится, видно. Смотрите. Видите? Видно. Это было что-то другое, это было бы не видно, видите? А это видно, он светится. Он маленький такой пакетик, около 200 рублей стоил. Это вот зеленый, есть синий, и есть еще какой-то между всем этим. Я взяла обычный зеленый. У меня есть какая-то задумка с эпоксидной смолой. Так, для всего этого, конечно, я взяла щипчики. Вот такие вот очаровательные, очень симпатичные. Но я еще, кстати, заказ там докупила, не все я купила. Он придет чуть-чуть попозже, я покажу в конце ролика. Вот, стоили они там, не знаю, рублей 150, наверное. Так, также я взяла форму такую вот для эпоксидной смолы. Узнала, что бортики должны быть здесь толстые, чтобы все держалось, чтобы все было хорошо, надолго, чтобы... И обязательно она должна быть глянцевая. Она, кстати, даже сверху какая-то... А, она как в коробочке какой-то лежит, чтобы она не поцарапалась. Это очень классно. Так, также взяла такая формочка. Это пуговки. Мне очень хочется создавать пуговки разные, интересные. Здесь эпоксидные смолы, они вот маленькие. Чуть-чуть побольше... А, чуть-чуть побольше. Большие пуговки. Мне кажется, это очень интересно. Посмотрим. Так, здесь у нас, получается, маленькие бусины будут. Небольшие такие. Она вся мягенькая. Ну и, конечно же, самое главное, это у нас блески. Кстати, блески не были запакованы как положено, они так и были. Разные блески. Хотя я через Авито нашла девушку, которая продает блески. Вот я уже позже, конечно, нашла. Где там у нее пакетик гораздо больше, и один пакетик всего 5 рублей стоит. Не знаю, может быть, на днях, может, завтра мы с ребенком туда сходим, заберем ее. И вот такая вот фольга, что ли, по-моему, должна быть. Или звездочки. Не, по-моему, фольга вроде где-то была. Фиг знает. Так, так же у нас пришел такой вот наборчик. Это у нас стакан, чтобы какие-то напитки, обзор напитков делать, чай делать. И чтобы вам было, это все смотрелось очень красиво, сбоку именно, а не сверху. Я заказала вот такой вот стакан. Смотрите, какой он клевый. Он внутри как два дна. То есть вот один, и вот тут второй дно. Вот. Должен быть вроде как хороший. Надеюсь, что хороший, что он там вроде... Горячие напитки можно наливать, но там... Дим, спокойно посиди. Вот. Ну, там, когда я его заказывал, там была нарисована вообще коробочка хорошая, на которой все было написано, на которой все было прописано. Тут он пришел как будто... Как будто... Знаете, как будто кто-то свой стакан просто надоел, да я его продам. Хоп, туда упаковал, и все. Честно говоря, мне вот эта вот закупка очень сильно не понравилась. Из-за того, что в основном все упаковано в пакеты, даже вот тут вот. Вот. Ну, и так же, конечно, я заказала саму эпоксидную смолу. Здесь она даже немножко протекла. Но она, кстати, хорошо очень упакована. Здесь должно быть 300 мл, я помню. Вроде бы как. Здесь вот написано 100 грамм должно быть, тут должно быть 200. Такая огромная просто коробка, да, вот кажется, что это... Ну, вот как раз получается здесь где-то 100 мл. Вот она. А здесь вот так же пополам получается 200. Ну, все на месте, в принципе. Но по таким большим баночкам реально кажется, что там очень много налито. А здесь вот, смотрите, вот. То есть вот прям не хватает чуть-чуть. Не знаю, почему они так странно разбавляют все это. Так, всем приветик. У нас с вами вторая маленькая часть, что я купила в Альберис. К сожалению... Или нет, к счастью, она продлилась еще на несколько тысяч рублей. Так, это у нас, смотрите, здесь получается коробка. Это у нас эпоксидная смола. Я нашла подешевле, так как она вся в основном дорогая. То вот я нашла пропитай. Это у нас... А вот бренд пропитай. Здесь у нас полтора литра. То есть еще вот это... Германия. Германия. Производство. Обалдеть. Короче, полтора килограмма. Да, вот, по-моему. Тут килограмм массы. И там половина, да. Полтора килограмма стоит полторы тысячи. То есть это найти очень сложно, чтобы было полтора килограмма. И так дешево стоило. Вот зло вроде бы на нее хорошее. Не знаю, посмотрим. Здесь даже, видите, она не полная. Такая, как бутылка воды. Как канистра какая-то. Кстати, ничего не пролито. Все чистенько. То есть предыдущая, вы помните, она была немножко пролита. Хотя вчера я ее открыла. И там все закупорно хорошо. Не знаю, как она там пролилась. Но, кстати, она была не очень хорошая. Мне понравилось там очень много пузырей. Просто невероятно много. И они не уходят даже спустя 10 минут, 15 минут. То есть они вообще не уходят. Так, также я купила вот такой шланг. Вот. Это я хочу попробовать. Через него я уже рассказывала. Наливать воду в посудомоечную машину. Потому что у меня двигатель уже реально становится тяжело. Вот. Он стоил очень дешевый. Что-то 140 рублей. Я дождалась акции. Так, здесь у нас вот такой фетр. Сейчас мы его с вами откроем, посмотрим. Наверное, он очень мягенький. Кстати, этот фетр самый дешевый. Ой, он прям мягенький, хороший. Вчера я уже летучую мышку шила на другом. Более дорогой. Мне не очень понравился. Он очень жесткий. Вот этот, кстати, мягенький. С ним приятно работать. Он гнется. Когда гнется, он, кстати, гораздо, не знаю, мне больше понравился. Стоил он меньше 100 рублей. Здесь он сколько? 3, 2, 5 цветов. Да, вот 5 штук. Разных цветов есть и меньше 100 рублей стоит. У меня нет хороших. Даже, кстати, вот, хоть и дешевый, смотрите, но довольно везде одинаковая толщина. Также я купила цепочки вот такие. Это для моего увлечения. Их я буду использовать для кулончиков, которые буду делать из эпоксидной смолы. Вот. Серебристая у меня и золотистая цепочка. Вот здесь с маленьким лезвием. Я хочу еще лезвие залить эпоксидкой. Вот. И сделать силикулончик или сережечка. Не знаю, что у меня там будет. Так, силиконовая форма. Здесь вот маленькая киса на луне сидит. Ну, ее не видно сейчас. Здесь у меня тоже маленькая киса. Здесь у меня летучая мышечка. У меня подружка появилась. Новая подружка появилась. И она мне все летучих мышей присылает. Еще как раз Хэллон у нас был. Ну, вот. И меня что-то прям начинает вот за них тянуть. Вот. И здесь вот просто вот квадратик. Ну, вообще прям малюсенькая. Вот. Ну, мне нужны были квадратики такие. Так, дальше у нас с вами инструменты. Ну, конечно, инструменты очень нужны. Для того, чтобы, допустим, когда разъединить даже вот эти вот всякие колечки, вот, цепочки. То есть они нужны. У меня этих инструментов, конечно же, не было. И докупать пришлось. Вот они такие. Такой. Потом щипцами. Я уже отдельно вот такой покупала. Но потом я подумала, что мне нужно еще все-таки вот такой. И решила взять уже полностью именно вот такой комплект. Вот. Так же подлиннее взяла. Вот. И отдельно именно вот кусачки. Чтобы вот перекусить, откусить где-то, отцапнуть, цапнуть там. Ну, такое. Вот. Так. Так же купила клипсы. Вот такие вот золотые. У меня уши не проколоты. И мне начинает хотеться уже проколоть уши, одеть какие-то сережки. Но сейчас у нас наступает зима. Смысла нету сейчас прокалывать уши. Я решила вот такими. Долго там походить. Может быть, я всегда, кстати, таких мечтала о клипсах. И, наконец, купила. Стоили они, по-моему, 120 рублей. Так. Здесь у нас поталь. 9 на 9 сантиметра. 10 листов. Это, короче, золотая фольга. Которая сейчас в наше время, в 2021 году. Не знаю, может, и раньше тоже. Стало очень модно. Ее, наверное, ищут. Я вообще про ее название такое даже и не знала. Она вот видна вот тут вот. Вот. Она мне в эпоксистке тоже будет нужна. Я сейчас заказала еще. Пришла домой. Там акция появилась. Вот. Чтоб она у меня была. Потому что просто, когда она смятая, она очень дорого стоит. А здесь вот именно вот пластину и можно смять самим. Что смысл? Она стоила 120 рублей здесь. 10 листов. Я что, думаю, что, кстати, у меня 5-х. Так. Также я купила вот такую вот салатовую травку. Травка. Так, какая же... А, мох. Мох. Это у нас. Это мне для одной композиции из эпоксидной смолы нужна. Смотрите, какая классная. Прям деревья, наверное. Я даже не рассматривала. Она тоже довольно дешево стоила. С этими там кустиками можно сделать. Вот. Заказала себе блестки вот такие вот. Я одну уже такую в прошлый раз заказывала. Уже начала делать, экспериментировать с эпоксидкой. И мне очень безумно понравится. Мне понравятся вот эти вот ромбики. Сейчас покажу. Единственное, конечно, неудобно в такой коробочке. Вот ромбики. Очень классно, мне понравились. Звездочки. Они вот тут вот с дырочками такие. Палочки вот эти вот. Они прям очень такие блестящие. Вот. То есть, ну, тут вот звездочки. Тут, кстати, вот сама поталь. Сердечки. Сердечки, они, смотрите, с дырочкой. Сердечки, они с дырочкой. То есть, и вот это вот место от дырочки, они тоже там присутствуют. Из них можно сделать бабочку. Вот. Мне прям они очень понравились. Не знаю, если будет акция, наверное, еще даже взяла бы несколько штук таких. Ну, вот, естественно, неудобно обратно запихать в эту коробку, обратно доставать. Что-то надо как-то придумать с коробочками какими-то. Так. Также я очень давно хотела такую вот форму. Кстати, она очень мягкая оказывается. Форма какашечек. В наше время стало какашечки модненькие очень. Даже в подушке есть какашки. Я, честно говоря, мечтаю о рюкзаке с какашкой. Вот. Мне все удивляются, неужели ты с ним пойдешь на улицу. Я бы пошла, честно. Вот написано какашка. Сто он всего 120 рублей. Хочу в один где-нибудь, может быть, я его, не знаю, так вот отрезать. Попробовать залить эпоксидкой. Один, может быть, сережки сделать, может быть, там, себе там какой-то кулончик. Или люди, может, найдутся, которые согласны будут носить. Вот. А другие я хочу попробовать сюда шоколад залить. Ну, прям очень, кстати, мягкий. Такой, прям мягкий. Вот. У нас еще одна с вами будет закупочка. Она попозже должна приехать. Просто едет очень-очень долго. Вот. И еще вот такие вот. Они очень дешево тоже стоили. Тут 4 цвета. Стоили всего 308 рублей. Тут какая-то посыпочка. Ну, правда, я до конца не поняла, что это. Либо этот цвет разводится в эпоксидке, либо это просто как порошок засыпается в форму, заливается эпоксидкой. Ну, я хочу сделать, попробовать вот так вот. И там что-то такое получается необыкновенное. Ну, короче, траты прям просто конкретные. Набор для творчества. Розовый, оранжевый, зеленый, желтый. Как бы и все. Я думала, тут будет что-то написано еще. А, вот тут еще написано, вообще-то. Твори вместе с тратата. Вот. То есть, смотрите, получается, у нас с вами вторая часть. Вторая вот такая вот. Еще будет третья. Третья, наверное, уже будет последней моей закупкой в Альберисе. Закупился я, блин, конкретно. Там, наверное, мне кажется, будет 1020. Хотя, так вот по ощущениям, я, знаете, ну, тут 120 рублей стоят. Ну, вот этот вот меньше 100. Ну, здесь 120, да. Там, вот этот 120. Ну, тут 300, там. Ну, это полторы, там, да, ладно. Вот. То есть, ну, по мизеру, по мизеру. А вот смотришь доставку, там пришли, правда, это товары. Вот сегодня смотрел, пришли товары. А вот эти товары пришли на 3000. Я думаю, блин, офигеть, ну, как так? Я же вроде где-то по чуть-чуть, по чуть-чуть думала, там, это, это. А все уже. А уже все, да, все. Вот. Вот эти я еще раньше забрала вот тут часть. Вот. Так что будем с вами творить. Будем что-то делать, что-то производить. Уже выйдет скоро ролик, как апельсинка залила эпоксидкой. Это получилось очень офигенно просто. Мне так понравилось. Вот, честно, знаете, я бы... Была бы у меня какая-то мастерская, где вот этой эпоксидной смолы было бы просто куча. Я бы, знаешь, не вылазил. Я бы просто сидела бы и творила, там, сутками сидела бы. Вот, правда. Жалко, что она очень дорогая. Попробую вот эту. Если она мне понравится, я, наверное, тогда куплю еще несколько пальчиков. Потому что ее, по-моему, можно и заливать, и рисовать. И там подписано, вроде как можно делать какие-то украшения. Надеюсь, что она застынет. Вот. И ждем с вами третий, мои доставки, мои покупки. Третий. Она должна, я думаю, будет уже через пару дней деньков. А у вас сейчас уже через секундочку она появится. Что же я там такое купила? Сейчас увидите. Так, ну вот у нас с вами уже третий обзор закупочка. Честно говоря, я не думала, что это так растянется, но растянулась. У нас с вами вот такая вот коробочка. Самая первая сегодня пойдет. Здесь у нас с вами получаются, смотрите, вот такие вот стаканчики. Здесь 125 миллилитров, по-моему. Это в них я собираюсь заливать эпоксидную смолу, делать какие-то интересные вещички. Ну и 100 миллилитров, в принципе, это не так много. Вот. Стоят они там, не помню сколько. Уже не вспомню. Вот. Их, кстати, все берут, в основном в Альберсе. Оставлю ссылочку, будет в описании. Делают и заливают в них свечку. Заливают там, что только не заливают у них, вот толстые довольно такие. Стеночки здесь у нас 6 стаканов. Вот, посмотрим, что там я здесь придумаю сделать. Черно-белый. Потом такой. Такой я уже до этого покупала, я купила. Потом появилась скидка еще побольше. Я решила фиолетовый взять еще. Вот. Потом, правда, прошла отзыв, что он не очень, что очень сложно из него что-то сделать, что он очень мягкий, очень там трепется. Ну, посмотрим. Вот. И взяла еще такие два. То есть, первый такой я купила за 200. Потом второй купила за 180. И когда я его уже заказала, оплатила, то есть, с карточкой, залазил снова, и уже третий, получается, за 130, что ли, я его взяла вообще прям дешево. И потом цена поднялась, и все. И сразу вам все цвета. Прямо. Хорошо видно, кроме черного и белого. Отпускай. Так, так же, конечно, для эпоксидки мне понадобятся палочки. Так получилось, что именно 500 штук, если берешь палочек, то это выходит дешевле. То есть, 500 штук стоит 184 рубля. А если покупать, допустим, 100 палочек, то это уже будет что-то там 150, что ли, рублей. Ну, короче, очень дорого выходит, а вот так дешевле. Их я там уже открыла, проверила, потому что там бывают, они поломанные, при этом присылают. Вот. Они все ровненькие, все узенькие, такие вот прям. Такие длинные. А ну, как раз да, на все это. Вот. Не хотела брать 500 штук, долго очень думала. Ну, ладно, все. Может пригодятся куда-нибудь еще. Пачка, в принципе, кстати, небольшая. Так, так же, конечно, приехали у нас в такой интересной упаковке краски для эпоксидной смолы. Заказывала я. Вот там. Видите, что ли? Там. Ниженькие, как-то. Вот тут вот странные. Вот. Но самое главное, они не протекли, обычно присылают. У всех протекает. Вот. И вот еще. Такие вот красные, фиолетовые. Белые, что ли? Зеленые, желтые. Короче, такие вот. Переехали в такой мешочке, там внутри такая тузырчатая пленка. Так, так же я начинаю опять подсаживаться на ароматические палочки, которые зажигают. И в Альберсе, смотрите, есть вот такая, такие ароматические палочки с знаком зодиака. Здесь близнецы. То есть, и прям вот все точно прописано. А, вот близнецы. Такой-то, такой-то знак. Что они там способны? Вот тут смотрите. И что они любят? Тут у нас запах. Мандарин. Ну, вообще я люблю апельсин, но тут мандарин. И чувствуется, кстати, что он пахнет прям обалденно. Там можно свой знак зодиака посмотреть. По-моему, около 80 или 70 даже рублей. Такая. 8 штук там. Так, конечно же, поталь. Поталь, кстати, оказывается, выходит гораздо дешевле, если ее покупаешь 100 штук. То есть в упаковке 600 рублей стоит. Здесь 20 листов, то есть 250 рублей. До этого я купила еще 10 листов, там шту еще не находила. Там тоже сколько-то рублей. Ну, уже заплатила много. Вот, она мне понадобится. Надеюсь, что понадобится. Так, вот здесь вот зажимы. Это вот. Вот тут видны. Ну, короче, зажимы, чтобы прикрепить к веревочке замочек. Короче, такая вот. Так, потом золотая краска, которая золотом рисует. А, она даже... Даже вот там видна. Она даже не жидкая. Я все думала, что она жидкая. Маленькая прям баночка такая. Так, так же купила еще одну такую. Другого цвета. Люмей. Короче, которая светится краской темноте. У меня была зеленая. А вот эта вот должна быть, по-моему, синяя. Не видно, но она светится. Я проверяла. Так же, наконец-то я нашла звездочки. Смотрите, какие клевые звездочки. Я так давно их хотела. Везде искалить, нигде не было. Их вообще очень сложно найти. А, снежинки. Господи, какие звездочки. Снежинки. Вот здесь большие. Они почти сантиметр с чем-то. А вот тут у меня в баночке весь маленький звездочек. Ой, снежинки. Сейчас посмотрим. Тут прям вот они. Маленькие прям маленькие. Малюсенькие прям. Так вот если вот их свалишь, то еще много можно было доложить. Они вон светятся. Здесь вон. Могли бы еще вот тут сделать прямой. Дно прямой. Еще сколько поместилось бы. Но нет, все ради денег. Вот так вам блестит, да? Здесь беленькие. Хотя не знаю, куда я буду беленькие использовать. Ну, наверное, кстати, вон там видна одна беленькая. Она смотрится классно. А, еще одна. Их две, что ли, одинаковые? А, ну почти одинаковые. Так вот эта вот радужная. Здесь клевая. Открываются они. Они хотя бы, это, не разбегутся. Открываются. Это прям классно. Жалко, что они по отдельности не продаются. И, кстати, ни в одном магазине я не видела. Сегодня я только видела, что продаются божьи коровки. Такие вот малюсенькие. Одна штука. 20 или 30 рублей. Но я уже в Вайберсе нашла за 120 рублей. Там их 40 штук. Заказала, они будут в следующий раз. Также, конечно, дополнительные молды. Здесь он был со скидкой молки такой. Здесь, если заметите, вот есть рисунок. Ну, конечно, оказалось, у него стенки не толстые, как мне казалось. Они тонкие, то есть вот в борце есть. Я думала, что стенки толстые. Хотела сначала отказаться, но мне внутри рисунок очень понравился. И есть кое-какая идея, что можно с ним сделать. Также я заказала сферу. Такая вот, кругленькая, о которой я мечтала уже очень давно. Ждала, когда же у меня появится скидка. И, наконец-то, появилась. На счастье вообще она была нарисована прозрачная. Она, кстати, довольно хорошая. Здесь, по-моему, 3, что ли, сантиметра. И она... А, она просто вдевается. Я думала, она закручивается. А нет, кстати, неплохо. Правда, да. Что-то она не совсем круглая. Какая-то она прямо плоская, кстати. Этого я не заметила. Больше вот тут она круглая. Ну, кстати, поэтому ее особо никто, по-моему, и не брал. Она вообще не круглая. Блин. Придется еще там подшлифовывать, наверное. Вот, тут видно. Было бы здорово, если бы так одна была, и тут такая же вторая. Ладно. Так, также купила вот такой вот молот для закладки. Долго думала, долго ждала, пока на него наконец-то наступит скидка. Наступила. Вот, селиконовый молот. Очень хочу тоже его, кстати, попробовать. Купила бы, наверное, таких еще штуки, наверное, три. Чтобы сразу раз, и заливаешь сразу несколько. Было бы удобно. Так, также здесь я купила себе летучую мышь. Смотрите. Написано летучая мышь. Гор. Горная. Она продавалась вот в такой вот пакетике, в такой коробочке. И также, конечно, вот такая вот шлифовальная губка. Ну, не знаю, мне сейчас казалось, что она слишком вот тут крупная. Есть вот немножко остренькая, такая вот она прикольная. Не знаю, шлифовальной машинке я еще только думаю, надо, не надо. Мне потому что она стоит не 500 рублей, она стоит дорого. Хотя ей, конечно, было бы мне поудобнее. И купила вот такие вот две силиконовые кисточки. Это чтобы эпоксидку хорошо размазывать. Почему взяла две? Потому что я хочу из одной сделать такую вот узенькую кисточку. Потому что просто одна эта узенькая кисточка, она стоит 240 рублей. А вот эта стоит 102 рубля. Вот, я подумала, ну, куплю. Куплю, одна вот как раз останется. Да, у нас. А вот из этой мы сейчас вместе с вами попробуем ее обрезать. Не знаю, получится что-нибудь или нет. Но мы с вами попробуем. Кстати, они очень хорошо упакованы. Ну, если не получится, значит, останется какой-нибудь обрезок. Значит, будем пытаться такой прям футулярчиками, смотрите. Здесь она еще одна. Там разных цветов, кстати, они были. Такая она эластичная. Отзывы, кстати, читала. У кого-то вот эта штука отломилась. Там не знаю, что делать, как приклеить. Господи, приклеить всегда можно. Цветов разных была. Белая, вот розовая, золотая. Она подороже была. Рублей, наверное, на 15, что ли. Или 10, где-то так. Да, на 10 где-то. Черная была. И все, по-моему. Ну, кстати, удобно вот это. Хорошая. Либо вот так вот я отрезала. Но я хочу отрезать вот так вот. Чтобы она была. Давайте попробуем. У меня вот такие ножницы. Не знаю, пишите, получится мне или нет. Пишите там в комментариях. Мне кажется, должно получиться. Тут ножницы вот эти острые. Как-нибудь. Так вот, что ли. Ну, неплохо. Получилось. Вот так вот. Немножко неровненько, но и ладно. Можно еще вот так вот. Вот и все. Вот и все. Вот она. Такая же кисточка. Надеюсь, не сломается. Тут можно, кстати, края немножко лезвим или чем-нибудь там подрезать. Ну, наверное. И все. Попробуем. Нет, ничего таким, дорогим. Ну, и готово. Кисточка. Ну, надо было, конечно, отрезать. И где-то вот, знаете, всякие такие вот острые места остаются. Проткнусь там какими-то своими штуками боишься. А вот силиконовые, это удобно. Вот там раз, 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 где-то там заложил, заложил. Так вот она. Смотрите, хорошо держится, удобно. Вот. А это вот у меня сейчас как раз, я сегодня сейчас буду делать штуку. Мне вот нужна. Только мне нужна прямая, чтобы она была. Ее тоже, что ли, обрезать придется. Ну, ладно. Это там я за столом. Посмотрим. Вот, летучая мышь. Давайте с вами посмотрим, что здесь за летучая мышь. Вы, наверное, уже задумались. У меня появилась новая подружка. Она очень любит летучих мышей. И мне прислала разные картинки. Я их, конечно же, смотрела и тоже полюбила. Вот. И купила себе вот таких вот летучих мышек. Смотрите, какие они. Вот. Одна блестит, потому что я у нее уже сняла вот эту вот кожицу. Получилось, как кожа чья-то, как будто мышки там у меня лежит. А вот эта еще пока матовая, я не стала снимать. Сейчас просто попробую снимать, все они снимаются. Вот. Ну, смотрите, там уже получается, что, оказывается, они есть брак. А мне не сразу заметила. То есть у нее вот тут... Или, может, так должно быть. У нее вот какой-то вот... Тут вот, как бы, здесь вот гладенько, а вот тут вот заострение есть. Вот видно вам. Вот так вам видно. А у этой нету. То есть и с этой стороны у нее нет. Вот и есть. Ну, вот у меня тут, получается, уши не проколотые. Поэтому пока не знаю. Пока останутся, пока будут лежать. Сейчас зима, к сожалению, уже. А летом, может быть, их уже... Может, проколю уши и буду носить. Надеюсь. Мне понравились очень. Классненькие. Такие они там офигенные. Положим сюда. Здесь, кстати, картинка такая. Прикольная. И с той стороны. Ну, видимо, как типа плакат. Куда-нибудь потом используются. Вот. Вот такая у нас с вами была очередная закупочка. Уже, наверное, вторая или третья по счету. Надеюсь, что это последняя. Но там как раз еще висит у меня два заказа. Последняя. Диме и зубная паста. Ну, я с вами закончу. Да, Диме и зубная паста там. Покажу потом в конце. И вот эти вот божьи коровки. Не знаю, мне прямо они сегодня в магазине не увидели. Мне так понравились. Но платить 20 рублей за одну штуку мне, конечно, не захотелось. Мне захотелось их много. То есть, если я возьму их 10 штук, это уже получится 200 рублей. Это довольно много. А в Альбресяка здесь все гораздо дешевле. За 150 рублей. Их целых 40 штук. Можно устроить себе стадо божьих коровок. Представляете? Так много. Вот.